Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Геннадий Иханович, вот читая художественные книги и просматривая фильмы художественные об истории нашей царской России, я наблюдал такую картину о крестных ходах, когда люди собирались на крестные ходы и вместе со знаменами, хоругиями направлялись вокруг храма, или по селам шли, по улицам шли. Потом при советской власти это явление было прекращено, запрещено, его заменили демонстрацией, парады, демонстрации. А вот совершенно недавно в наше время, в частности в нашей Украине, два года тому назад, чтобы привлечь внимание общественности к прекращению войны, брату убийственной в Донбассе, был крестный ход. Он начинался с двух сторон Киеву. С одной стороны с нашей Лавры, Сятогорской, Донецкой области, а другое направление было с Почайской в Лавре. И вот этот крестный ход, он встретил такую вот неожиданную, ну разную реакцию вызвал у людей. У православных, понятное дело, положительную, а у инославных, и тем более настроенных враждебно к России, в частности, к Русской Православной Церкви, он вызвал негативную реакцию. Были такие моменты, когда пытались этот крестный ход остановить, вызвать на провокацию и так далее. А вот что можно сейчас сказать в плане, в Себосвяте Библии, в Освяте Церкви нашей Православной Вселенской, об истории возникновения этих крестных ходов, и каково их значение для общества, для православного, христианского и для мира в целом. Вот что можно сказать на эту тему? Относительно Слова Божия, первый крестный ход был совершен вокруг города Ерихона, по повелению Божьим. Они обходили, сказано было сколько дней, а последний день пойдут, то нужно семь раз обойти, и потом воскликнуть, и стены рухнут. Жители города, конечно, смотрели, а что не бродят? Та растянулись такой лентой, ничего нету, нету, да спокойно, вчера были, да, вчера, тогда не обращайте внимания, работайте, школы работают, администрация работает, ничего нету. И евреи молчат, а что они хоть кричат, не это, может лозунки, слава Израилю, или там Украине, России, нет, ничего нету, странно. И вот последний раз в МИТО, сегодня что-то они быстро пошли. Видно, надоело им, теперь, видимо, решили отработать за целую неделю, чтобы больше не ходить. А раз прошли, два, три, ребятишки стоят хохочут, кто сейчас, это понятно, по-другому не могло быть. Ну, а когда в последний раз затрубили трубы, обошли, стены, как рассекченные по вдоль, рухнули, одна в половину, сюда, другая туда. Говорят, в раскопках найдено, не рассечено только одно место, это, очевидно, рах там было. Вот как. То есть, Ерехон, сражение врага, сегодня ничего этого нету. Христианские ходы впервые сделал градоначальник именили Саариани, во времена Златоуста. И Златоуста, когда узнал, он сразу же образовал встречный ход, была драка, были убиты, и когда убивали, убивают ни одни, ни два, вещи счастливы сотнями людей. А они простые песнопения составили, и шли, и пели. Тут тоже это своя демонстрация была. Православным сразу же были составлены определенные песнопения, хоры, быстренько разрушили и пошли навстречу. Мое мнение, ничего этого не надо было делать. Господь не устанавливал, чтобы толпой ходили, тем более сейчас, засоряли, по-другому что сказать, лесополосы. И кто ходил в крестный ход, знает, чего там только не бывает. Где-то ждут их, а где-то сопровождают на машине, помогают им. А они тупеют люди. Они еще не знают. Знаете, готовишься как к празднику, какие мозоли были, там врачи, то зачем? А в это время, когда они говорят, в крестный ход был 100 тысяч человек, я не считал никогда, но это явление непонятное. Тот шел в корабельник в крестный ход, летел вертолет, я облетел над ними, ничего не понял, и посадили вертолет. Я туда вышел и говорю, что случилось? Не новая ли какая-то революция или ГКЧП? Да нет, молись, а мы сели, подумали, что там власть переменилась или что-то такое. Может, за границу народ утекает таким путем. Господь посылает подвое. А в это время все еретики, все, они едут, они идут, стучатся в домы, разносят свою литературу, говорят о Боге, поют о Христе. Все люди к ним идут, православные теряют остатки. Крестный ход никого не приобретет. Все понимают, паразитическая лента, ничего никто не делает, это не один день. И зачем? Вопрос, зачем? Веру увеличил? Ни один этого не скажет. А зачем пошла? У дочки замужество неудачное было. То, другое дальше. А у нас дом никак не продадим, мы уезжать хотим. Сказали, сходи крестным ходом. То есть обман идет, попы. В айтархиевые благословляют. Вот и весь ответ. То есть выдумка православная, мистификация, будто бы что-то это как-то где-то щелкнет там, выключатель на небе. И Бог посмотрит, ой, как много, как они меня любят, благодатнее. Пошли в море с дождичек маленькие. Ничего этого нет. Я говорю, ваша ела увеличилась, разговариваю. А с чего она увеличится-то? А еще дорогой молчите, поете? Ну, бывает, молчишь, поешь, а больше-то болтаем идем. Ну, толпа. Ну, подожди, а вам подходили и говорили, не разговаривали? Да, подходили. Ну, еще нет. Я спросил, а ты откуда? Она сказала, отсюда. А что у вас там, то другое? А какой выражай у вас? Ну, простые вопросы, но не то, что с какой целью они пошли. И дорогой всех подряд посещают, где храмы, в спященнике там и спать принимать некогда, махнула рукой. И Иоанн Сергеев в Кронштадтске так делал, то есть одно беззаконие на другое наваливается. А где, а в крестных ходах вот ходили, и он бизнесмен, и эта девушка, она встретила бизнесмена, а не говорит, что она разведена и третий раз, и она так удачно вышла замуж. И вот после просмотра фильма «Остров» Петр Мамунов подвигал, крестные ходы возобновились с новой силой. И идут, ищут совершенно, это как у Матроны. Чего просят? Это Осип об этом говорит. Батюшка был и считал, отец, с какой целью там? Ну, пишите. Житейские дела поправили там. Сын запился, не знаем, что делать. Внуки наркоманят, токсикоманией занимаются. Соседа доливает, там что-то у нее льет, поджигает. Вот и все. Крестные ходы Богом не установлены. Они не нужны. А теперь крестоходцы. Уже появилось название. И идут там редакторы. В церковные газеты, в Мурзинки что-то там пишут. Я смотрел регулярно. Ко мне приезжал один человек. Могу и назвать. Макаров Сергей Сергеевич. Он 10 лет работал в Комсомольской правде. А потом газета «Версты». И несколько раз сюда приезжал. Настоящий журналист. Дотошный. Самой в тюрьму проник. Главом администрации. За потеряевку. И вот приезжать я его не узнаю. Ищи сам Сергей. Там какой-то косторецкий, какой ход ходил. Я ходил. Дождь был. Как мы под деревом спали. А сыро было. Ну и что? Ой. Я думал не дойду. Так дошел. Дошел. Ну и что изменил? Ой, как было тяжело. Там с хлебом. А отправляться-то беги. Женщины здесь же. Ну а что ты получил? Не просто это было пройти. Он ничего не отвечает. Ничего. У тебя сейчас такое дымное надмение мира. Дымное надмение мира. Да так говорит Иларион Троицкий. Больше там ничего ты не получил. Теперь он уже пришел. Как бы с высока говорит уже. С каким-то пренебрежением. О том, о чем он писал. Чем восхищался. Пропойню, благовестием тут был. Он уже приехал другой. То есть отрава. Их запрещать эти нужно сегодня. Зараз. Которые ходили лет пять на причастие не принимать. Вот тогда бы сгинуло это нечестие. Никому это не надо. А их пащами ничего не надо делать. Поп стоит, благословляет. А там кто-то несет фонарь. Упал. И мы на монашеском одеяние. Так интересная эта фотография такая. Идут. Ночь. Не дошли два километра. На деревне, где их якобы ждут. Расселяются. Говорить не надо. Начальник елец. Еретики организовали первый крестный ход. А ты не знаешь об этом. Считай. Житие Яна Златоуста. Там это описано. Почему? Для него была неожиданность. Он такое сделал. А безбожники. Они копируют. Вот у нас гробница Христа. Там ничего нет. А там святыня. Ну, святыня. Дальше что? Меня сколько раз приезжали с Израиля, звали. С Израиля. Мы все оплатим. Вам платить не надо. Скажите, зачем я пойду? Вот я в окно посмотрел сейчас. Могу я смотреть из машины? Можно. У меня фотографии. У меня богатые фотографии. И они по плейлистам разбиты, в Иерусалиме. Все, что ты хочешь. И погода, и евреи. Фотографии сотни там. И притом высшего качества сделали. Прислали там. Еврей снимал где-то. Там-то я буду толкаться. Там сумочки вырывают. Мне рассказывали, как Зоя Крахмальникова. Там такой грабеж воровство идет. Говорит, не знаешь, куда сплетать. Да мало того, еще отдельно допрашивают тебя будут. Там они с ума сходят. Греки, армянская церковь. Показано, как дерутся они там. У гроба Господня толпа на толпу. Один там дерево растет на границе, наверху где-то. В него тень зашел. Они монаха избили. Тень-то от нашего дерева падает. Ну, то есть, ничего лучше не делается. Без воли Божьей. Без благодати Божьей. Без следования за Христом. И он не сказал Господь, что отвергнет себя, возьми крест и иди крестными ходами. Говорит, и следуй за мной. А Христа там нету. А где ему там Христос? Что он поп-каделом машет, это не Христос. Про кадила-то и не сказано ни слова уже. Хотя я православный, я все принимаю, но в крестный ход меня никакими прядиками не заманишь. А сказали бы, пройди и дадим 100 миллиардов. Там, да, пошел бы. Пошел. Потому что деньги не взял бы ни копейки, но Игорю комбайн купил бы. Дорогу проложил бы, асфальтовую, настоящую. Ушителя дома построить. И сразу бы заказал здесь строительство, домов 150. Люди многие нашего уровня, характера, желают приехать, нет денег, построить все. Не пьют, не курят, не матерятся, не воруют, не лгут. То есть готовые, но, ну, однако вот так. Вкусно, лакобили. А окрестных ходах. Ну, а то еще люди любят просто поодиночке, по двое, путешествовать. Путешествовать. Какая цель? Ну, ты взял все, видно, настоящее путешествие, лично вы. Килограмм 30 с лишним, наверное, этот ваш сундук-то весит на колесиках. Пошел. Я вам даю братский совет. Больше никогда не ходи в путешествие один. Один. Не ходи. Христос по одному нигде не посылал. И Господь посылал по двое, по двенадцать. Там, ну, было всякое разное. От колен двенадцати ебранное. Не ходи. Делать там, где что. А у меня здесь пословица такая. Где родился, там и пригодился. Я родился, тут пригодился. Еще я пойду где-то. Я представляю, вот эти, ну, неурядицы, дорога, опасность повышенная на самолете. Встречаю деньги за все. Я приехал, уставший, никому ничего дать не могу. А я видел. Ну, видел. Мы как священник говорят. А мы там были, там стол, а внизу там ямочка есть. Да, тебя опустил туда крест свой. Поцеловал тебе у меня крест, который был в этой ямочке. Зачем? Зачем мне эти фетиши? Я знаю живого Бога, живого воскресшего Христа. Ежедневно молюсь, ожидаю от них ответа. Я абсолютно против всяких путешествий. У меня, как у репрессированного, льгота, бесплатный билет в любой конец России. То есть могу в Калининград каждый год ездить. С 92-го года, 15 лет. И не 15, а 25 лет. Я ни разу не воспользовался. Зачем? Куда я поеду? Меня стронуть с места очень трудно. Но если я стронулся, я тогда по всему земному шару кочу. До Владивостока, обратно до Лиссабона. Почему? Цель. В это время я работал. А который ходил, у них ничего нет. У меня прибавились книги. Выставлены в интернете. Только 38 томов в книжном варианте. Не считая еще 7 томов в интернетной версии. Я людям это дал. Это повез. Дарю. У меня есть что дать. То самое время, когда вы гонялись за крестными ходами. Когда, говорит. Но я училась. Я училась, закончила институт, защитила кандидатскую учительность. А вы в это время за мужиками ухлестывали. Что завидуете теперь-то? Поэтому мы еще сказать не можете. Я всю жизнь учился, как мне нравится у Петра Первого, русского императора-антихриста. У него был перст с надписью «Ас, требуй учащих мя». У меня нет перстя. А я все время ищу тех, где мог бы чему-то научиться. Это познакомился через скайп. Но, как правило, много взять не могу. То есть отдельное что-то только. А в крестных ходах там об учении даже и речи никакой нет. А о проповеди, о благовестии даже напоминания никакого нет. Вот весь ответ. А вот если взять такой исторический пример. Они разные бывают примеры. Крестный ход один, а цель разная. Из документальных фильмов 2005 года мы знаем, что восстанию революции 1995 года предшествовал так называемый крестный ход. Когда с Харубой, поп-гапон, вместе с другими подобными священниками, православными христианами, в толпу которой были втиснуты ИСР, и большевики, и кого только не было. И вся эта толпа с Харубой, с крестными знаменами направились к Зимнему дворцу. Ну, мы знаем, чем это закончилось. Расстрелом людей и так далее. Но, с другой стороны, крестные ходы используются в нашей традиции обреческой, православной, для того, чтобы войти вокруг храма, почитать Евангелие с четырех сторон и зайти. И третье направление, это когда крестный ход, такое вот он целевое значение имеет, как в Украине, два года тому назад. Крестный ход за мир, который в пути следа тоже вызывал чуть ли не боевые действия. Но, благодаря выдержке и терпению организатора крестного хода, эти провокации удавалось избегать. Но, тем не менее, они и по дороге были. Так, все-таки, абсолютно ли нужно отказаться от этих крестных ходов? Или, так сказать, делать их с каким-то обдуманным намерением? Вот, например, неизвестно, что в потерянке жил когда-то человек, который очень вредил общению. И ничего не могли сделать, пока крестным ходом не вошли в этот дом, и не помолившись Господу, Господь управлял, что этот человек потом перестал вредить. Вот мне на памяти был такой случай о вашей общении. Это не Ерихон, правда. Вот это и есть, Ерихон пал. Вот с этой цели. Вокруг храма, да, принимаем, мы каждый год ходим. Но не сутками куда-то идти. И вышли на свежий воздух, проветриваться, помолились. Мы ничего другого не получили, что у нас уже было. Бывает, пройдем через склад, посмотреть на хлеб, благословили там эти вараха пшеницы, гороха, вещминя. Ну и все на этом. Ну никуда-то где-то ходить. А то, что в Зимний дворец пошли, это провокация была. Провокация, туда запутан поп-гапон, которого эти же провокаторы задушили и повесили в шкафу. Вот так и погиб Георгий этот. Зачем нужно было прорваться в Зимний дворец и шли бомбисты. Это все абсолютно точно известно. И сейчас показывают фильмы, когда уже разбегаются стали, а свои провокаторы в окно бросали гранаты, бомбы. И люди разорвали. Это все, Саш, правительству приписывали. Саля в городе не было, мы даже ничего, никакого отношения не имеем. Но это кровавый Николай. Но это я рад, чтобы если крестных ходов не было, ничего и не было. Но сейчас давайте вот мы соберемся и толпой пойдем в Кремль. Нас не пустят. А будем давить, сразу бой не начнется. А если на Украине так же. И вот крестные ходы одни на то, чтобы крестный ход в Донбассе не воевали. А зачем разожгли? Я считаю, и крестный ход, как и у Дамбергур. Когда встретился с ними Сала, с Юдой, он говорит, выведите когорты из Руссалима. Выведите русские войска с Донбасса. Уйдите оттуда, и кровопролитная бойня закончится. Зачем размязали это? Я ни одного дня не был на стороне Порошенко или Путина. Я просто рассуждаю. Зачем? Хотели оттяпать Чечню. А так великому халифату. Дали? Что с ней сделали? Первая чеченская. Вторая. В Америке решил там штат какой-то отойти далее. Все топили в крови. И Александр Лукашенко говорит, ну я с этим не согласен, что Донбасс, давайте Донецкая Республика отделим. Ну я применяю к себе. У нас бы от Белоруссии стали бы сейчас отрезать куски. Ну кто с этим согласится? А вот им угрожали то другое. Молитесь. Молитесь. Угрожали. Ну и что? В Германии разрешить, чтобы от него отделились с отдельной области. Никогда. Так это решается путем войны, путем насилия. Я категорически против того, что решили от Украины оттяпать этот кусок. То не хватает. Про Крым не говорю. Крым никогда украинский не был. В Крыму было одно государство. И никакой роли не имело, что этот сумасброд. Весноватый Хрущев Никита Сергеевич пальцем провел. Ни Петров не подарил. Больше ничего в этом не было. Ну наконец, народ изъявил желание вернуться домой. Не просто так, а вернуться. Да, мы знаем города, какие показывают целый ряд городов у украинцев, которые русские князья, русские императоры. Ну и что теперь? Если так, судить теперь, вообще, при чем тут Казать? Кучу мы там били. Ну давайте отдельное Казахское это будет. Татарская республика, Татарстан. Ну и никакой шамеек никто тут не поможет. Все буквально на лезвии шатается стоит. А сколько там людей-то погибло? Уже конца нету. И с той, и с другой стороны. Да, такой Сашка Билый убили, убили. А все как-то с этим связано. Теперь этот Моторола там где-то, там тоже работают. Диви подцепили, его туда же затолкали в тот же мешок. А эти вот теперь, то лучшего снайпера у них убили на Украине на днях. Туда собаки, собачья смерть. А мы не собаки. Лично я никогда не разделял Украину и Россию никак. Это русские, это одно. Мать городов, кто? Киев. Каким городом? Русские, русские, а пословица-то? А кто, украинские или русский писатель Гоголь? А Богдан Хмельницкий? Зачем же он просился-то? А выхода нет, иначе под Туречину пойдут. Украина, это отдельно теперь так уж случилось. Но пашина, то что снайперы стреляют, развязали войну, а это ангела. А теперь крестные ходы. Один за то, за другого не нужен. Подогрев. Это провокация. Я считаю, вот эти крестные ходы на Украине, это провокация. С той и с другой стороны. Не надо. Молитесь, дальше Бог управит. Плохой Порошенко, шоколадный король. Ну а мы какие? Порошенко избрали. Говорят, у нас паутинка. Ну и что? Одно другого стоит. Молитесь за старей за начальствующих. Мы за Петра Порошенко. Молимся каждый день. За Владимира Путина, за Медведева, Дмитрия Анатольевича. За Дональя, за Трампа, за Эрдогеном, за Рамзана Кадырова, за Анкушенко. Мы их имена поминаем на молитве, чтобы был мир, наше окружение. А то крестный ход с иконой облетели по северному ледовитому, вернулись сюда. А вроде бы при Сталине, Великой Отечественной Жуком с иконой облетал фронт Москву, облетал басни. Там или я, ливийский гор, или митрополит. Никакого или и нету, и ничего. Обман. Нужно одно. Отвернуться с себя, взять крест и следовать за Христом. Готовым в жизни отдать за жертву Христова, за Его любовь, за Его голгофские страдания. И все на этом. За Христом. Слава Христу. Не хочу.